Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Кирилл Овчинников, я технический директор компании GeoSplit. Компания является резидентом Сколково и занимается инновационными методами по исследованию горизонтальных скважин. Когда мы говорим о исследовании горизонтальных скважин, традиционно в течение десятков лет подразумевалось использование большого тяжелого оборудования, значительного количества людей. Все это сопряжено с определенными рисками потери инструмента в стволе, например. И самое главное то, что заказчик-недропользователь получает данные в очень коротком временном окне, нескольких часов, когда инструмент ходит по стволу скважины. То, что мы делаем, это новый подход к исследованию скважин. Мы используем высокотехнологичные материалы, которые мы размещаем в скважине с большим количеством уникальных кодов, скажем так, маркируем скважину. Далее материал реагирует с пластовым флюидом, выделяется, отбираются пробы на голове скважины. С помощью специализированного оборудования и программного обеспечения с искусственным интеллектом они анализируются. И недропользователь получает данные по работе интервалов скважины на протяжении нескольких лет. До пяти лет данные идут нон-стопом. Важно упомянуть то, что мы являемся одной из компаний, которая реализовывает проект, так называемый проект Big Data, больших данных. И это то, что по-настоящему отличает нашу технологию от других методов по исследованию скважины. На всех этапах, начиная от производства до интерпретации проб, человеческий фактор сведен к минимуму. То есть процесс осуществляется автоматически, с привлечением искусственного интеллекта, с привлечением систем машинного обучения. И вот если мы начинали с того, что выдавали недропользователям бумажные отчеты о работе интервала скважины, то сейчас мы готовы к тому, что данные в автоматическом режиме передаются в электронном режиме, передаются в электронные базы данных заказчиков и далее используются ими в их проектах больших данных. Наша технология позволяет изменить сам подход к исследованию скважин. С ее помощью недропользователь получает возможность реализовать проекты больших данных, которые соответствуют критериям 5V. Что такое 5V? Прежде всего это Volume, огромные объемы данных геофизических исследований скважин. Velocity, оперативность и непрерывность поступления этих данных напрямую в базы данных заказчика. Variety, разнообразность этих данных. Variability, эти данные могут быть легко отсортированы в зависимости от задач, которые ставятся недропользователям. И, конечно же, самое главное, V это Value, ценность для заказчика. Основная ценность, которую наш продукт дает заказчику, это возможность повышать производительность. В нашем случае повышение производительности работ недропользователя, это увеличение эффективности разработки месторождения. Каким образом? С помощью специализированных методик на основании наших данных возможно локализовывать остаточные запасы углеводородов, бороться с обводнением, улучшать экономические показатели системы поддержания пластового давления и так далее, так далее, так далее. Достаточно много прикладных задач, которые недропользователь может решать с помощью цифровых данных по работе интервалов скважины. Очень часто задают вопрос, а какие типовые ошибки в цифровизации мы видели в российских и зарубежных компаниях. Но вот очень часто специалисты по-своему интерпретируют цифровизацию, например, таким образом, что пытаются оцифровать аналоговый объем данных по исследованию скважин, который был накоплен за десятки лет. Ну, это, конечно же, не то, что подразумевается цифровизацией, цифровыми месторождениями и цифровыми инновациями. Понятно, что фокусироваться нужно на оцифровке самого бизнес-процесса как такового, который позволит системе работать с минимумом вмешательства человека. Хотелось бы отметить, что спрос на цифровые инновации среди руководства российских нефтегазовых компаний устойчиво растет. Так, за полтора года нашу продукцию и наш сервис попробовало более чем 20 добывающих предприятий. И этот список растет. То, что мы видим, общаясь с руководством добывающих предприятий, это то, что у них существует определенное понимание того, что стратегии, бизнес-стратегии, сфокусированные на затягивании ремня, на секвестировании бюджета, всегда будут уступать в эффективности стратегиям инновационного развития. Ну, очень просто привести пример из жизни. Если у нас есть какой-то капитал, как бы мы не затягивали пояс, этот капитал рассосется. Здесь вопрос именно повышения производительности труда. Наши предприятия не отличаются в этом плане от зарубежных. Устойчивый интерес есть от добывающих предприятий Ближнего Востока, таких как Saudi Aramco, подразделений Adnoco, эмиратской национальной компании, CNPC, китайской компании. То есть, в общем-то, есть некий такой инновационный цифровой стрим, который движет всеми, без исключения, игроками рынка. Что можно ожидать от применения технологии GeoSplit в проектах Big Data? Ну, конечно же, это увеличение коэффициента нефтеизвлечения по результатам первых проектов от 3 до 5%, снижение операционных расходов на 10-15% и увеличение добычи от 5 до 15-20%. Проекты, перспективные проекты, над которыми сейчас работает компания GeoSplit, направлены на работу в области разработки месторождений, решая задачи локализации остаточных запасов, обводнения скважин, поддержания эффективности системы ППД. Важно понимать, что индустрия накопила большой, значительный объем данных по работе скважин. И здесь существует некий тренд перехода количества данных в их качество. Ну вот, например, сейчас никого уже не удивить флешкой на 64 гигабайта или хард-драйвом на 5 терабайт. Вот по подсчетам одной из ведущих IT-компаний, человечество за последние 30 лет создало столько же данных, сколько за предыдущие 3 тысячи лет. Представьте себе. Однако используются эти большие данные Big Data относительно бездарно. Всего порядка полпроцента этих данных было проанализировано. И вот основная задача, новый качественный виток технологий ведет к тому, чтобы не плодить эти данные, а более качественно использовать их. И геосплит в этом плане не исключение. Мы разбиваем проекты, которые позволяют более качественно, более глубоко обрабатывать огромные массивы данных по работе интервалов скважин, которые мы представляем недропользователям. Продолжение следует...